Окей, как обычно, начинаем с Диврей Мусар. И есть такая заповедь, которая называется Тоха Ха. Человек, да, не стой над кровью ближнего своего. Мы обязаны, есть такая заповедь, увещевать ближнего. Если человек, твой брат, в опасной ситуации, или совершает какой-то проступок, который требует того, что ему надо помочь, ему надо ему сказать, так не делай, так нельзя, это гневит Бога. Так вот, написано, да, увещевай брата своего, и не понесешь грех за него. Но если человек правильно делает упреки ближним... О, да, это знаменитая история про Раваицка-Казильбера, который говорит, что это самая сложная заповедь в Торе, и что он никогда не рисковал ею. Что он говорит, опасность, то есть пытаясь увещевать своего ближнего, ты можешь его обидеть. А если ты его обидишь, то как бы игра не стоит свечи, что очень-очень-очень опасно, то есть надо уметь это делать, и делать это только в том случае, если есть шанс, что он к тебе прислушается, ты имеешь на него какое-то влияние, а не вызовешь к нему наоборот агрессию, ненависть, и еще хуже сделаешь. Да, это непростая заповедь. Тогда получается, что человеку нужно на его уровне на товаре. Но тут такая вещь говорится, что если ты правильно сделаешь замечание своему товарищу, то он объяснит тебе причины своего поступка. А поняв его причины, ты не будешь держать зло на него. Очень часто мы видим, мы сразу судим людей, как он так мог, как же так. Иногда бывает часто, ты просто человеку говоришь, а он тебе объясняет, так вот как оно было дело. И ты когда понимаешь, ты сразу начинаешь, что ты понимаешь, что у нас уже я сам мог в такой ситуации оказаться. Поэтому, чтобы понять другого человека, вызови, то есть если ты правильно к нему найдешь подход, он тебе объяснится, и тебе будет легче держать на него зла, ты поймешь его ситуацию. Так вот, однажды в Пуре люди закончили читать Мегелат Эстер. И как бы, да, чтец, как обычно, сказал благословение, да, благословен Бог. А, есть такое благословение, что когда человек приходит в место, где для него было чудо. Например, есть такие места, где для всего Израиля было чудо. И там, надо сказать, специальное благословение, если ты попал в это место, где евреи переходили Красное море, например. Нужно сказать Браху. Но бывает, что в жизни человека, лично его жизнь, его в каком-то месте, не дай бог, могла сбить машина. И он чудом как-то вывернулся. Каждый раз, когда он попадает в это место, он должен искать Браху. Да, но важно место. Мы сейчас говорим не про время, а про место. Место, где про тебя произошло чудо. Ты должен был попасть в клиническую смерть. Этого не произошло. Тогда, если ты не был в этом месте 30 дней, каждый раз ты говоришь про Хузанова. Фамилия, имя, отчество. Дай бог, да, это великое дело. Нет, мы говорим про чудеса. Когда случилось чудо. Чудо. Насильственная смерть. Человек не факт, он отсюда и забыл. Королу слетело. Когда чудесным образом человек избежал смертельной опасности. Он не избежал. Энфард у него случился. Он просто выжил, не умер. Но как бы это большая вещь. Надо быть благодарным Всевышнему. Мы говорим про чудо. Так вот, этот человек дочитал Мегелатес. Искал благословения. Благословен Бог, который совершил для меня чудо в этом месте. Опа, всем стало интересно. А какое чудо для тебя Бог совершил в этом месте. Что ты говоришь такое благословение. Есть такое, что если даже с отцом случилось какое-то чудо. В каком-то месте его хотели застрелить. И немец нажал курок, а у него осечка была. И он ушел. Так это место становится для папы таким же. Если он туда приходит, можно сказать благословение. Так и вот дети тоже, если приходят. Они же не родились бы, если бы не было папы. Тоже могут говорить. Так вот какая ситуация. Он сказал это благословение. И сразу начали его расспрашивать. А почему вы сказали это благословение? Это же говорится только, если у тебя частное какое-то личное чудо было. А нельзя это благословение говорить на общественные чудеса. Это не место, где евреи перешли в Красное море. Ты раз так сказал. Значит, у тебя реально вот в этом месте было с тобой какое-то чудо. И тогда сказал им этот человек, что Хана Рухе требуется... Записана такая лоха, что когда ты доходишь в Мегелат-Эстер до десяти имен Амана, десять имен Амана должны быть прочитаны на одном дыхании. Знаем, да? Окей. Так в Талмуде сказано, что Аман хвастался своим великим богатством и количеством детей. И заканчивается, это говорится там, что Аман... На самом деле у него было гораздо больше, чем десять детей. Понятно, человек был богатый, женщин было много, детей было много. Так только вдумайтесь. Только вдумайтесь, говорит, если бы, говорит, действительно, они повесили бы на дереве всех детей, всех реальных детей Амана, которых были сотни. А мне пришлось бы прочитать имена всех этих детей на одном дыхании. Я бы точно, говорит, умер от того, что, говорит, задохнулся бы без кислорода. Поэтому для меня, улыбнулся он, это личное чудо, что только десять сыновей Амана были казнены на этом дереве, повешены. И поэтому я могу прочитать личное благословение. Почему считаем десять имен? Почему? А, десять сыновей Амана и десять сыновей Бар-Папы. Никакой. Ну, мне кажется, это число десять имеет много, да, связей. Но здесь разные вещи. Мы хотим показать, почему мы считаем сыновья Бар-Папы во время съема. Это по другой причине, чтобы показать, что как он удостоился, что удивительно, да. Обычно у Равина, ну, рождаются дети не обязательно Равины, а у него он был великий праведник. У него дети праведники, дети его детей праведники, дети его нереальные праведники и все великие Равины. То есть мы как бы хотим, чтобы наше потомство, чтобы, да, любой родик, любое число мечтает, чтобы его дети пошли дальше, выше него. Мы не хотим, чтобы наши дети росли в тех же сомнениях и делали живу в 30 лет, и там начинали кипу одевать и гордиться этим пять минут в очередь. Если мы как бы, хорошо, это наша жизнь, у наших родителей было еще там, да, другие испытания, еще в сто раз больше. Но наши дети должны расти в чистоте, то есть все, что мы поняли и достигли, у них должно быть не так. Они должны с детства уже знать, когда читать, для них это все должно быть легко. Итак, наша тема сегодня Тфила Балет. Многое мы учим, как ни удивительно, все законы молитвы мы учим от женщины. И звали эту женщину, эту великую праведницу Хана. Хана была женой Элкана, и у нее в 18 лет не было детей. Многие годы у нее не было детей, как и у многих праведниц, у всех праведниц, да, и у Сары, и у Ривки, и у Рахель, да, у нее не было детей. Так вот, Хана, и Медаберет Аль-Либа, Рак Сватеха Наот. Описывается ситуация, что она пришла, Хана молится за своего сына, что у нее родился Шмуэль, и она молится, и Медаберет Аль-Либа говорит она в сердце своем, а только губы ее шевелятся, шепотом молятся. Отсюда мы учим, что когда ты молишься, Шмуна-Эсре вроде бы тихо, твои губы должны все произносить. То есть нельзя молиться глазами. О, отсюда мы видим, что человек, когда говорит, должен проговаривать все губами. То есть первое, когда мы молимся, Шмуна-Эсре, каждое слово должно быть произносено губами полностью. Да, я говорю сейчас, я произношу слова, я могу то же самое делать, только говорить очень тихо. Но движение должно быть абсолютно те же. Ты говоришь, но просто тихо. Нельзя молиться просто про себя, то есть прям про себя. А глаза ее не было слышно, то есть она молилась про себя, или даже подумают, что она пьяная. А голоса ее не было слышно. Отсюда мы увидим, что запрещено громко молиться во время тхилы, то есть повышать голос во время молитвы. И поэтому говорят, что каждый, кто поднимает голос во время молитвы, он маловер. Почему маловер? Ты что, думаешь, Богу надо кричать, он там далеко, на небесах, ему плохо слышно, надо ему громко кричать. Карлин столинские хасиды? Ну, не знаю, что это хасиды, но есть хасиды. Карлин столины или Роллинг столинс? Роликса. Окей. Маловер, да, то есть Всевышнему не нужно кричать, он прекрасно слышит твой шепот, да, прекрасно все слышит. Не, ну а иногда, когда отвечаешь вслух, разве это не стимулирует кавану? Вот иногда все молятся, там тишина, там уже половина отключилась, половина спит. Когда громко отвечаешь, душу, мадинь, как бы все стимулируешь других, нет на кавану? Нет, безусловно, надо, надо молиться и отвечать громко, все это должно быть. Мы говорим, бетфилатон, мне кажется, здесь в первую очередь идет речь по шмуна эсре. А во время молитвы нельзя кричать громче, чем хазад. То есть есть какие-то ограничения. Вот Раша объясняет, что это значит, бетфилатон, а не маловерый. То есть это похоже на то, как будто бы Всевышний не слышит, если я буду говорить шепотом. Вот ему надо кричать, а то он плохо слышит. Что значит? И поэтому написано, что на руке Аллаха прямая. Запрещается человеку молиться в сердце, то есть про себя. А нужно произносить все, проговаривать губами. И ты должен слышать только ты свои слова шепотом. У нас есть еще такое понятие среднего уха. По этой причине, когда мы слышим свой записанный голос, мы не узнаем его. Потому что ты слышишь внутренний свой голос. Поэтому тебе можно говорить очень-очень тихо, чтобы ты себя слышал. Ты очень хорошо слышишь себя, даже когда говоришь очень тихо. Так нужно говорить. Нужно слышать то, что ты говоришь, свой шепот. Но таким образом, чтобы другие твой шепот не слышали. То есть надо сохранить грань. Нельзя читать про себя. Ну и говорить так, что тебя слышал посторонний во время Шмунайсера нельзя. Надо молиться шепотом, чтобы ты себя слышал, а другие не слышали. Вопрос. Ты сказал, что кричать не надо. Ты думаешь, что тебя Бог точно не слышит. А зачем тогда тихо шепотом? Он вообще про себя читает. Зачем еще тебе как-то говорить? Учим от ханы. Учим от ханы. Да, то есть, опять-таки, надо соблюдать баланс. Если ты не можешь, но если... О, пожалуйста, Роберт, прям с твоих слов. Но если человек теряет кавану, читая шепотом, ему разрешается поднять свой голос. То есть, человек теряет кавану, может читать громко. Когда он может поднять голос, если он молится один. Я так делаю, если я случайно молюсь один. Я иногда могу громко, громко что-то читать. И сильно помогает. Очень классная кавана. Но только, конечно же, если ты один. Даже если ты теряешь кавану, и ты молишься в меня, не надо погушать голос. Ты всех собьешь. Когда один молится, он может быть громко молиться. Да? Да. Шмунайсрэй может молиться громко. А вальбетсибурасур. Но вообще не запрещено. Потому что он всю общину своим голосом будет помешать. Атка. Это все был шурхана рух. Это прямо, то есть, шурхана рух. Основа основ. И несмотря на то, что есть те, которые говорят, что можно даже, в принципе, чтобы не слышали твои уши, твой шепот. То есть, просто проговаривать губами, но ушами не слышать. Однако, говорит Алкут Йосеф, все равно икаркадивреймаран. То есть, главное Аллаха делать, как говорит написавшур ханрух. То есть, не просто произносить губами, проговаривать. Но еще это должен быть шепот, который слышен, слышен человеку. Своими ушами слышишь свой шепот. Убифра, шалинайшимашмоно узнав, юхалне, ватета, ты ивотши битфилаки Аллаха. Более того, когда ты слышишь ушами, что ты говоришь, ты лучше выговариваешь каждую букву. То есть, да, ты задействуешь слух, ты говоришь, тоже лучше. И это также помогает для хорошей команды. Окей. Адут, шнухагу, ошлих цибор, אומר, בכל рам, в тексте от арабит, של לילי יום טוב, ושל לילי ימים нороיים, יש להם על מה שישמחו, ואין לוותר מנהגם, מחוזקת, מפני המחלוקת, ומכל מקום, אם כל рекаха, льодим, ולתפללим בתוך המחזור, ומסכימים, לוותר מנהגם בזה, לצאת ידי החמים, המקובלים, תבוא עליהם ברכה. Есть какие-то общины, где шалер цибор читает всю вечернюю молитву, יום טובа, וגרוץ נהי וסלוח. Не надо говорить с ними спорить, чтобы избежать разногласий, споров, не дай бог, и есть им на что положиться, но все же, говорит, если у всех есть свои מחזоры, и они могут нормально молиться, и согласятся отменить эти обычаи, то תבוא עליהם ברכה. На них будет благословение. Так лучше не делать. Так не будет? А? Ты же должен сказать, что им есть на что полагаться. Им есть на что полагаться. תבוא עליהם ברכה. Можно так делать, но если ты не будешь этого делать, תבוא עליהם ברכה. На тебя придет благословение. Это хорошо так не делать. Не лучше этого не делать. Но, что если они стоят на своем, и единственный способ, это с ними начать спорить, ругаться, этого делать не надо. Пусть делать им есть на что полагаться. они будут. Ми шаметфלל 18, что будем делать на лекции, в каждом раме, кец 같이 есть, что они могут быть на шумне. Рами они будут. Рами будут. человек который молится вслух громко есть которые говорят что все люди которые там находятся вынуждены должны отвечать ему амин на его благословение но с другой стороны они должны приложить все усилия чтобы покинуть это место так это неправильно тем более если ты слышишь благословение твоего товарища находясь от него на расстоянии четырех амод и внутри четырех амод его ты обязан ответить амин а с которой спорят и тем не менее если он хочет он может встать и уйти оттуда да насколько может а если он находится в том в таком месте где нельзя прерываться на разговор например он находится внутри псу кейда земра лучше отдалиться от этого места чтобы не слышать его молитву ему не нужно будет отвечать амин ты можешь на псу кейда земра и он тебя сбивает каждый раз он говорит заканчивать благословение ты должен отвечать ему амин как бы неудобно амин а если услышал посредине псу кейда земра разок можно отвлекать амин на этом учили потому что амин так же как и псу кейда земра это песни прославления амин тоже является зэмер тоже является прославлением это не является эвсеком если человек молится дома и молится специально немножко вслух с целью научить домочадцев чтобы они слышали как он молится научить слова молитвы нет никакого сомнения что все кто слышит его молитву должны отвечать на каждую из таким образом значит все раз там можно все должны отмечать один дома молишься минху может молиться громко шкунаешься чтобы у тебя была команда а тогда если тебя слышит жена должна отвечать амин конечно так вот человек который молится про себя полностью про себя скажи еще раз чем была проблема что ты на чужую амиду амин не хорошо отвечать наоборот обязан если так человек ведет себя неправильно да молится шепотом громким шепотом громко его слышно почему тебе надо вы а почему сказал что тебе надо выйти попробовать оттуда в чем проблема стоять рядом с таким человеком если ты молишься амиду ты точно не обязан отвечать ему амин он просто проблема но лучше если он может уйти оттуда вот почему он сам идет потому что он себя неправильно ведет молится вообще не громко а ты окружил его отвечаешь ему амин так как будто поддерживает тем более если ты слышишь обязанность есть но нужно постараться выйти вторая причина это то что ты был внутри псу кейда земра и тебе это просто мешает хочешь молиться у тебя тут благословение за благословением да тоже ты должен постоянно прерываться не можешь молиться из-за него нормально если человек борется про себя полностью он не проговаривает слова губами надо знать вот это надо всем сказать я считаю в ешиве просто провозгласить не вышел свои обязанности молитвы и обязан вернуться и помолиться это не роман что мы глазами читаем бегаем этот филат филат должна произноситься шепотом но полностью произносить тихим голосом но читать важно читать немножко вслух да да то есть читать тихо но читать полностью просто тихим голосом поэтому лучше сделать такой условие сказать если они вышел свои обязанности читать молитву арен вот я перечитываю чтобы исполнить свою обязанность но если же там моя молитва зачиталась то сейчас я делаю молитву добровольную однако и мир эрбраха ахуна билибо бедья вадья ца эдэхова добраха если человек последнюю браху сказал в сердце бедья вадья ца то есть про себя бедья вадья ца но если первую браху он сказал не проговаривая то пусть скажет барух шамкон баху тобу лам баэт вернется и скажет снова первую браху как положено нельзя задваивать слова во время молитвы и в первую очередь надо предупредить об этом шалех цибура а род сим лих фольта и вот бит филат ламешкала нигина вау которые очень любят задваивать слова для того чтобы вписаться в мотив вот очень интересно когда мы тору выносим о дула эрэ цвэша маима йо и рэмкэ лэ лэ а моти и ла лэ хор хазав лимны свар амково а лэ лука а лэ лука да ну иногда хочется задвоить слово да валэле очень часто есть места где ты действительно задваиваешь а иногда ты хочешь ради того чтобы вписаться в нигун задвоить какое-то слово так вот делать такие вещи нельзя там где они задвоены они задвоены не просто так а там где по одному растягивает ля 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 как угодно но нельзя повторять слова два раза а если человек да то есть это нельзя делать кстати даже если один да это хочет исправлять окей все теперь очень интересно у нас раздель называется молитва на других языках к сожалению да особенно мы живем в москве люди как бы начинают молиться и они потом привыкают и не переходят на иврит и они молятся вообще на другом языке читать бригаду мазон благословен господь бог мой царь вселенной и тогда они молятся на русском языке и молятся на русском языке насколько это легитимно вот йоханна например интересно а шо мет филами шалей цибурь балашона кодэш ка человек слышит молитву от хазана на иврите у метка мэн нацет едой хувато и намеревается выйти в свои обязанности и мэй но мэвина шо на кодэш если он не понимает словно шо на кодэша он не выходит в свои обязанности потому что не работает принцип шо мэя ке онэ а только тогда когда мэй вина дворим шо мэя что ты понимаешь что он говорит а дарим шо мэя то же самое выведи меня своим бригадом азоном да да выведу а ты что-то вообще понимаешь из бригадом азона нет так как я тебе выведу он должен как минимум понимать то что говорится тогда работает принцип шо мэя ке онэ такого хазана поставить шо но если человек молится сам сама денежим в этом она расслуживает жанса если я читаю молитву на иврите ты меня слушаю иiero не понимая что не вышел я даже если хочу у тебя вспомнить но если ты читаешь на иврите апиркатом азона виду неважно ты читаешь и тоже не понимаешь иврит а бракадабру читаешь 6 đấy умеешь понимать не понимаешь что такое тоже бывает да но ты читаешь сам не я тебя вывожу через а ты читаешь сам в этом случае Ну, как неважно. Ты не понимаешь, что ты просто читаешь, а молитвы в этом надо. Ты не понимаешь, ты читаешь, работает. Если ты сам читаешь на еврике, другой человек не работает. Очень важная Аллаха, кто это знал? Кто это знал? Выведи меня своим благословением, а человек не понимает. Без понятия его нельзя вывести. На русском надо ему читать. Вот сейчас мы дойдем до русского, до других языков. Да. Если он и на еврике читать не умеет, и не понимает тебя, когда ты читаешь на еврике. И вообще... Один понимает на еврике, а второй понимает на русском. Вот бывает, что после тебя один из Грузии приехал, один из Израиля. Отверьте вообще женщина. Внимание, вопрос. Как им брать зиму? Ну, пусть они читают на русском. Пусть все читают на том языке, на котором понимают. Сейчас мы дойдем до этого. Как это? Как это? Мы как раз про это еще будем говорить. Пока мы говорим про лошона кодеш. Лошона кодеш, если второй человек тебя пытается вывести, ты обязан понимать, что он читает. Если не понимаешь, он не может тебя вывести. Если сам читаешь, даже если не понимаешь, выходишь. Теперь за границей, вне земли Израиля. Худ славец. Где не все понимают иврит. Пусть люди молятся на еврите. Вы слышите? Не понимаешь иврит, молиться на еврите. Молиться на еврите. Большая зла. Молиться на еврите. Как постановили мудрецы в том порядке, как мудрецы сказали. Есть большая заповедь. Издать седуры в этом месте. В Бразилии ты, в Москве ты, где ты. Издать седуры. Таким образом, что каждая вторая. То есть одна страница на еврите. И просто поставьте рядом перевод на другой язык, чтобы люди понимали. Но чтобы был иврит. Чтобы люди заглядывали в перевод, понимая, о чем идет речь. А сами читали Балашуна Кодыш. Вы слышите, как нужно молиться? Неewос. Я поэтому не люблю седурсит транслитерацию. Или перевод полностью. Краснитерация не работает. В идеале. Краснитерация, ты же как говоришь на еврите. Но читаешь по-русски. Это работает? Это одна проблема с краснитерацией. Сейчас дойдем. Ну, перевод, чем читать полностью? Перевод, Господь Боймонта. Читай на Лошуна Кодыша. А перевод прочитай до этого глазами. А, о чем следующая браха? Ага. Так, излечи мою душу. Хочу здоровья. Понятно. Окей. И читай на иврите. Пойми, о чем она, но читай на иврите. Да, и сразу читай на иврите. Теперь. Транслитерация. То есть, сами слова иврита пишут латинскими буквами. Таким образом, чтобы человек, который вообще не владеет ивритом, не умеет читать, мог читать иврите. Русскими буквами. И несмотря на то, что латинскими буквами никак не старайся, не сможешь передать некоторые звуки иврита, как, например, от айн. И на русском и на иврите многие так не говорят. Ну, а вот мы пишем, да, Ялкутерцев говорит, что нужно говорить айн. Или оде хэд, хэд, хэд. Не хэд, не хэ, а хэд. То Сефардо, Боряшкин, надо просто произносить, нет? Сефардо более так. Ну, в английском даже хэ нету. Они там бедные, там, съесть, они как-то ломаются, не знают, как написать букву хэ. В русском есть буква хэ, да, но нету буквы хэ. Хэ, это такая, да? И каёйцева, тем не менее. Лучше, говорит, читать транслитерацию, чем не читать вообще. Вот вам уровень транслитерации. Лучше читать по-русски. То есть, если люди вообще не будут молиться, если у них не будет транслитерации, ну, хотя бы транслитерации, то есть, это как бы не есть. Лучше читать на русском, чем не читать вообще. Верахмана либо боей. А Всевышний, как бы, читает наши сердца, смотрит на устремление сердца человека. Человек, ну, не может он, да? Окей, человек Всевышний защитает ему, зато он старается. И только Шалех Цибура такого вызывать не стоит, да, который читает по транслитерации, не выговаривает буквы и прочее, и прочее, это не стоит. Но каждый в отдельности может читать так. И поэтому можно защитить, оправдать тех, которые читают кадиш, написанные русскими буквами или латинскими буквами. Они вообще не умеют читать. Пришли в синагогу, да, читать кадиш. И им тяжело. Конечно, реально язык сломаешь, он сложный. И они, как бы, читают транслитерацию. Можно их оправдать. И не надо их за это, как бы, гнобить. Наоборот, как бы, возможно, что из-за того, что сейчас, как бы, жизнь такая ситуация, что они пришли читать кадиш в синагогу, приходят на молитву. Это приблизит их к Торе. Они, может, потом тоже будут ходить, начнут молиться, потихоньку научатся читать и будут молиться, как надо. Минага сфарадим. Есть обычный сфарадим. И бне эдота мизрах. Эдота мизрах – это Кавказь. В грузинский время, может быть, слышал, такие есть разные. Да, то есть эдота мизрах – это общины Востока. Нет, за мизрах – это у нас, правильно, Восток. Котеля-Марави – западная стена, да, значит, мизрах – это Восток. Общины Востока. А сфарадим – это только испанцы. Да, сфарадим – это испанцы. А всех почему называют асфарадим? Они нужны. Выходцы из Испании, а не испанцы. Это выходцы, они давно там в Испании. Это давно, которые, когда 1498-го, вышли, в втором году вышли из, были изгнаны из Испании. Это сфарадим. Они по всему миру. Так вот, есть обычаи. У сфарадим и у эдота мизрах – левате от нун шел, шем ашем. Произносить букву нун в имени Бога. В имени Бога – бекамат срахав. Камат срахав – это адоной. Они говорят о. Камат срахав. То есть, мы сфарадим, как гаамуна, и они говорят, а, да, обычно камат у нас а. Но, и говорить о. Ке-эйну никут. Закунушки. Ке-эйну никут патах. Ве-а. Дайканим мавделим кцад бейнехем. Тут уже такие сложные вещи. Тут, что как бы дайканим, здесь бы небольшая разница между каматом рахавом и патахом. Ке-а камат стунуак дула. Что у каматца длинно тянется, а у патаха тнуак тана. Тянется коротко. То есть, вот у сфарадим. Есть камат и патах. А-а. Разницы нету. Камат – то же самое, что патах. Нет, есть разница. Камат более длинный, патах короткий. Патах – это который? Патах. Просто палочка. Нет, патах – это просто палочка. А камат – это как буква Т. Да? Так вот, надо знать, у сфарадим, которые молятся, у нас есть разница между каматом и патахом. А камат – длинный, патах более короткий звук. Ваев ша – аевдель бейнаихем муат. Несмотря на то, что разница очень маленькая. Амазини мейтев, те, которые внимательно слушают, יכולим леавхин беевдель ша бейнаихем, могут уловить разницу между ними. Вахадашим мекаро бау ашер хунху, ламду биешивот ахвейну ашкиназим. Вахадашим мекаро бейнаихем мекаро бейнаихем мекаро бейнаихем. Альберт, тебе не кажется, что это надо пропустить? Может быть. Но интересно. Смотрите, это только эту маленькую часть. То есть правильно, сфарадим должны говорить амунай. А те, которые говорят амунай, как делают ашкиназим, через холам. Говорит, уже ахроним даже согласились, что у нас правильное произношение, говорит Алкут Юсеф. То есть это должно быть а. И тем не менее, я дуал на тахтунам. Вахадашим лотов асе беамав. Вовер мишума альтитоштурай меха. Я из этих людей нарушаю. Альтитоштурат меха. Нельзя сфарадим читать, как считают ашкиназим. Ваалав лахзор ламинхага сфарадим. И они должны вернуться к обычаям сфарадим. Окей, сейчас секундочку. Следующий давайте просмотрим. Да, сфарадашим ломет от аделет в холам. Нуссех от филла шефарадим у ануссех הנכון גם альпи акабала. Сфар скинуссех даже по кабалии. Праймлено, ука муссим, босудот мегоним, лапол, 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 лапол. О, окей, нехатит. Далее, неинтересно, ануссех от филла шефарадим решаем לעשות כן. Укакова шкатаб агоном на нашум шерак тиберей шерез. Он как раз про ануссех литора, к ней лимана אפילו менедодо десур. אין הבנים רשאים לשנות ממנהג אבותיהם לקהל, лакал, שנאמר, נזה התחניקת הבычה הפרית, כפה, он муар, он муссехим אמר, шефарадим, лапол, 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 поэтому в школах можно следить за тем, чтобы детям сефарадским давали именно сефарадские седуры, понятно. Ну, сах, ахид, альберт, а ты можешь мне напомнить, пожалуйста, получается транслитерация, это не то же, не одно и то же, что и на иврите, да, читать? Да, нет, потому что транслитерация никогда не передаст правильное, надо учиться читать на иврите. Да, читать на иврите. Но между транслитерацией и русским языком, что лучше? Хороший вопрос. То есть на иврите, мы сказали, когда человек читает на иврите, он выходит, даже если он не понимает. Теперь на иврите читать, не понимая, лучше, чем читать на русском? Спроси так, когда человек читает транслитерацию, это то же самое, что он читает на иврите или нет? Это мой следующий вопрос, но как минимум, как минимум понять. Это лучше, чем на русском, потому что читая транслитерацию, это лучше, чем на русском, ведь я читаю на иврите, даже если я не понимаю. Я читаю транслитерацию, но я читаю на иврите. Или все-таки, или в случае уже с транслитерацией, например, лучше на русском читать. А в чем, как бы, польза единственная русского, что ты понимаешь смысл читаемого. Но мы сказали, что он в тексте, он прямым текстом пишет, читайте на иврите, читайте на иврите. И лучше читайте транслитерацию, транслитерацию, лучше читать, чем не читать вообще. То есть читать на русском можно, а в помощь транслитерации, в помощь, чтобы просто понимать текст. Но читать надо стараться все на иврите. То есть я думаю, что третье... То есть транслитерация, думаешь, выше, чем на русском. Да, мне кажется, что это все-таки лошонокодыш. Не ахти, не лошонокодыш, но это выше, потому что все-таки это иврит. Произносишь ты слова иврита. Нусах, ахидан. Пожалуйста, Сфаради, который молится среди Ашкиназов, не должен менять свой нусах. И говорит... Вот видишь, Сэм, чуть не пропустил эту Аллаху. Вот сейчас хотел пропустить. Какая важная Аллаха. Я полетел, короче, в Ишиву к Бетсалю сейчас. Да, потому что мне несколько раз говорили раввины, что не имеешь ты права, что ты должен поменять нусах и читать со всеми Некадеша Шебха Баулам. Вот тебе, пожалуйста. Сфаради, Шамид Палел, это Симан Куфалев, Аллаха Тет. Если Сфаради молится среди Ашкиназов, он не может говорить... Альберт, может быть, иметь в виду, что ты зашел нашим Некадеша Кеминьян? Хороший, да, я тоже могу подумать. Но думаю, нет, киекарок душа, яб, суким, кадош, кадош, кадош. Потому что главная часть их души – это кадош, кадош, кадош. Альберт, а когда ты хазанишь, когда ты хазанишь, он будет говорить, что тебе надо хазанить по Ашкиназке? Да, 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 хазанить не можешь. Хазанить – ты представитель общины. Если община Ашкиназка, ты не можешь молиться по Симанскому. Говорят же, что если приходишь там... Но свою молитву личную можешь, да, молишь на Симарске, но общественную – нет, общественную должен быть. А сколько я знаю, нельзя просто громче, чем если ты, типа, Ашкиназка в Симарске общине, ты просто не можешь громче всех выключать, потому что ты хочешь... Но так как все эти Агдамот, они не являются частью души. То есть Некадеша Чемхана Агмишава на лицах – это не сама душа. Лефикахэйнон их шавки умер седрак душа бьяхид, кише умер киминха гавотав. Поэтому говорит, о, как интересно, Поэтому считается, что он как будто бы говорит к душу в одиночку, читая, как читали его отцы. Не так, как делает Миньян, который вместе с ним. А не так, как говорят те, которые говорят, что ты должен молиться по Миньяна, в котором ты молишься. Ну вот, пожалуйста, Агдут Йосеф прямым, как бы бортует тех, которые говорят, что надо менять Миньян. Другое дело, что, может быть, надо это делать не громко, а тихо. Да, не громко, что Миньян зачем выровать, чтобы не было, не кричать, да, просто говорить, что в полкона, чтобы тебя не было слышно. О, а если Сфаради, нужно молиться. Например, он попал в Миньян Ашкеназим, но у него 12 месяцев по родственнику. Он обязан хазанить, а он в Сфаради, а Ашкеназская община. Вот ответ. Сэмо готов? Готов, готов. Если община согласна, что он будет читать по-сифарски, произносить по-сифарски, пусть выйдет и хазанит, как в Сфаради, в Ашкеназской синагоге, по Нуссаху Сфарадим, но если они не согласны, что Вальта осадит? Вау, лучше не делай ничего. Альберт, это совсем что-то другое. Это совсем что-то другое, нежели нам стирали. Фантастика. Я в шоке. Он говорит, не молись. Если они согласятся, дать тебе помолиться по-сифарски, иди, если они не согласны, говорят, молись только по-ашкеназски, ничего не делай. Скажи, хорошо. Не молись. Это тиль. Не, молись сам. Не надо быть хазаном. Не может быть, брат, не может быть. Все оживились сразу. Это полный шок, ребята, это шок. Галкут Йосеф говорит. Я в шоке. Я молюсь каждый день по-ашкеназски, но когда я хазан, я считаю, что в этом проблем нет. Он прямо пишет, даже если у тебя обязанность, ты обязан молиться за родственника, хазанить. Если община не согласна, разрешите молиться по-сифарски, не молись. Что там за шум? Ребята, микрофон. У вас звук включен. А, он выключил, но он меня не слышит, но мы его слышим. Очень хорошо. Это очень удобно. Теперь дальше. Следующий, Аллаха. Мутарный ашкеназин. Я слышу, я просто телефон у меня в сумке лежал, не мог дознать его. Ага, понял, Шарба, да. У нас, смотри, какие интересные вещи. Да, кому из нас, живя в нашкеназском мире, не приходилось хазанить, да. С фарадами читать умеют хорошо, да, и просят их хазанить. Вот интересно, да, что говорит Галкут Йосеф, что надо просить хазанить по-сифарски. Если говорят, что нет, скажи, ну, спасибо, тогда я, наверное, да, я просто в шоке. Я, наверное, не буду тогда... Ты на месяцах или вообще? Что-что? Тем более, если ты даже упоминаешь. А, это... Ну, это просто шок. Да. Вот именно, отказываться тоже нельзя, если просит большой человек. Ну, видите, как шевелот ассеадив. Я не думаю, что... Нет, если Эйн Маком, если нет, кто будет хазанить, ты должен хазанить. Если нет, некому хазанить. Я думаю, что ты должен хазанить. Да, но с другой стороны, тогда тебе и не запрещают, если некому хазанить. Извини меня. Некому им хазанить, а у тебя такое правило. Ну, хазань по-своему. Если некому хазанить, там может ситуация поменяться, он может по-сифарски модиться. Да, вот то же самое, что Сэм говорит. Вы хотите, чтобы я хазанил и свои условия мне еще тут на... Вот, надо качать с ними жестко. А теперь смотрите, обратная сторона медали. Ялкут очень-очень тоже справедливый. Разрешается Ашкеназу молиться по-сифарски. Вот, видите. Потому что шува есть шува. Ашкеназы могут молиться с произношением сфарадим. И так делал Агаон, Рабинатан, Адлер. И так делал Агаон, Рабинатан, Адлер. Был великим Ашкеназом, знатоком Торы. Но молился по-сифарски. Брат, а это ты считаешь законы Равадь Иосефа? Это Ялкут Иосеф. Да. Прикинь, это Мишнабрура. Да нет, Равадь. Ну, понятно, что это Ялкут Иосеф. Но. Нет, просто мы учили по-другому. Мы учили по-другому. Что когда ты заходишь в гости в общину, ты подстраиваешься под общину. Ведешь себя как-то наоборот, грубо говоря. Там отвечаешь по своему нусаху, но не выделяешься там открыто и так далее. Я это точно помню. Мы проходили, учили. У меня это отложено, как надо себя вести в общину. Теперь ты говоришь, что... Слушай, то, что у нас отложено, это все, что нам Ашкеназин говорили. Да, да, брат. Это так и есть. То есть, ты сегодня спросишь Рава Ашкеназскому, он тебе так и скажет. И есть, нет. Все согласны, что Минхаг Маком. Должен идти в другой. Ты не должен там... Подожди, если тебе говорят про Хазань в уголе Яков, но при этом дают Ашкеназский Сидур, ты отказываешься, правильно? Ну, тут вопрос не в том, что это тяжело читать. Я, в принципе, не могу уже Ашкеназский нусах читать. Но, в принципе, ты берешь и отказываешься принципиально, да, говоришь, давай другого. Слушай, ну, смотри как. Я думаю, ты скажешь... Из того, что мы прочитали, это и следует, да. Из того, что мы прочитали. Да. Ну, конечно, страшно. Смотрите, я думаю, что надо сказать, я бы хотел читать по-сифарски. Тебе больше просто не предложат Хазанец. Автоматически. Может быть, уверен. Но. Да. Получается, что да. Ну, нусах, нусах. Ты говоришь, слушайте, я молюсь по-сифарски. А? А ты же, вы говорите, это Рабецаль, он сказал, что так может. Так вы у него спросите, куда он это взял. Это же не просто так-то говорит. Ответ еще будет. А что ты говоришь? Сейчас посмотрим, давайте. Нет, мы же вам по-сифарски. У нас есть ровно 10 минут. У нас сифарды к нему подошли, спросили. Он сказал, можно. Ну, вот, конечно, такого я в Шурханарухе сейчас не найду. Как Сфаради зашел к Ашкеназу, Ашкеназ зашел к Сфаради, я это не найду. Это же более древние тексты какие-то. Не было ни Сфаради, ни Ашкеназу. Ну, как бы это... Это новая книга, это новая, ведь? Новый его фото. Я же, это самое, опять, решила, что я тоже молился. Я в Тур-Реви, который то читал, да? Я там вообще думал, что я тоже молился. Мне говорили, там, молиться... Вау, кстати, молиться в алкогольном опьянении. Вот это интересный, Аллахот. Следующий у нас. Не, ну что такое алкогольное опьянение? Сколько нужно выпить? Ребята, я не знаю. На самом деле, сильно. Но то, что мы прочитали, мы прочитали. Ничего не могу добавить сюда. Это шок. Но, видите, он пишет, еще раз. Сфаради, шумит параллель, миньян, шарашкеназин, выу, немца, бетохшне, ма, сарходы, шлептирата, биво, имо. У него хлюв молиться шмуна эсре. Это первый шок. Но он просит, можно мне помолиться, говорит, хазанам по-сифарски. А они говорят, эй, моски, мим. Нет, читай пашкинацки. Тогда он может сушно-баха продолжить. Ну, самое главное, молитву читать. Молитву молиться шмуна эсре. Нет, ну, шам, вело-то, ассе, ладик. Ничего не делай. Ничего не делай. Что, не можешь, значит, помолиться. Вело, я, вор лиф, наяты, ма. Не выходи, хазанит лейт, полей, пешу, лейт, всего. Не выходи, хазанит. А в том... Не умеют читать вообще принципы. Нет, их заставляют. Потому что если и шевашкинацки, значит, должны повстрелиться под меньшинство. Я не знаю, вот можно отсюда сделать такой вывод или нет. Мы говорим про человека, у которого обязанность молиться шмуна эсре, потому что у него 12 месяцев по родителям. Теперь, ему говорит Аллаха, не выходи. Если они не согласны, что ты можешь читать по-сифарски, пренебреги этой своей обязанностью. Ну, отсюда что следует? Что кальвахомер, если у тебя нет обязанности, и тебя заставляют читать по-ашкинацки, кальвахомер, да, не выходи. Нет, может, наоборот, иметь это очень важное... Или, может быть, наоборот, как... Если такой день, может, очень важно, наоборот, прочитать именно по-сифарски, как бы по-своему Нусуху, просто такой день. А в обычный день нет такого, как бы... Ты можешь как бы по-ашкинацки, но не знаю. Да, о, вот Давид Погадов по-другому, да, говорит. Может быть, именно в это время важно читать по-сифарски, а как бы обычно можно... Нет, всегда важно читать по-своему Нусуху. Другой вопрос, если тебя ты хазанишь в общине ашкинацкой, община ашкинацкая, как ты можешь хазанить по-сифарски? Если они согласны, читай. А если, говорит, они не согласны, то не хазанят. Об этом есть община ашкинацкая, а главный их неравен, а сифарат. Община, какая община. Слушайте, ребят, ну давайте более конкретные вопросы задавать, а не вот это вот, если такое... Есть ашкинацкий Нусух, что делать? Все, уже прочитали, что делать. Идем дальше. Что за эти детали выдумываете сейчас? Это понятно, что община ашкинацкая или ашкинацкая. Тут главный вопрос, Альберт, что имеется в виду хазанить вообще? Имеется в виду, что ты именно Амиду должен повторять по-сифарски? Или начиная, грубо говоря, с Корбонота, заканчивая Алейну, ты должен хазанить по-сифарски? Почему ты пока в Нусуху идешь? Ты знаешь, ты очень хорошо подметил, потому что здесь написано даже не только Нусух, а смотрите, ой, как хорошо ты подметил, Сэм. Написано... То есть, грубо говоря, тебе надо Алейну просто уволить Сиона, грубо говоря, да, говорить? И потом дальше дочитывать, и это можно. Если Амиду по-сифарски помолился. Или ты когда хазанишь, ты должен Алейну говорить в конце, после всех Корбонот. Да, и то, и то. Он говорит, кенусах асфарадим умитаем. И их произношению. Я думал, может быть, только в произношении делать. Ты говоришь, я буду читать по-сифарски. А они говорят, нет, читай ой-сой-сой. И тогда ты говоришь, нет, я не буду читать ой-сой-сой. Я не буду молить. Не-не, он пишет, и Нусух тоже. И то, и то. Я буду читать по-сифарски. И Нусух тоже будет сифарски. Алейну, вот то, что ты говоришь. Да. А поэтому вот, да, так недолюбливают. Ну, не то, что недолюбливают, да, это Ялкут Йосеф, во-первых. Это не Раван Ваде, это Ялкут Йосеф. И он очень жесткий. Он в этих отношениях очень, конечно, да, это прям рубит в плечах. Я не думаю, что все книги с Фарадим Пуским скажут то же самое. И уверен, что Раван Ваде еще приедет, покажет кого-то, кто говорит, что надо читать по Нусуху общины. Но если вы спрашиваете, что говорит Ялкут Йосеф, Симан Кафалев, Аллаха Юд. Черным по белому. Надо простить, читать по-сифарски. Ну, или не простить, а читать по-сифарски, чтобы они понимали, что если они просят, они получат сифарскую молитву. То же самое найти у Бенешхая. Да легко. Блин, а почему нет? Бенешхай старше, можно посмотреть. Вот он, Кафахаэ, можно посмотреть. Окей, работай. И, кстати, скоро у нас будет маленькая кета, Еюна Рацион. Мы все спорили по поводу Еюна Рацион. Какой первый, какой второй, что можно. Крамцелла отдельная у нас будет. Поймем, где заканчивается Тфила. И все, мы подходим уже к Афсушку на СР. Больше поговорим уже, что потом. Заканчиваем Тфилу. Изра Ташем. Окей, всем хорошего дня. А у нас Минха. У нас Минха. Прощаюсь. Спасибо, Альбердо. Спасибо. День на завтра. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Азон.